друзья всем огромный привет вы на канале живи в радости мое имя владимир со мной сегодня взять кирилл он же оператор помощник будет мне помогать сегодня сегодня мы с ним приготовим блюдо под названием думляма что в переводе с тюркского тушеное блюдо готовят его в основном средняя азия и крымские татары ну так как мы русские тоже все готовим приготовим сегодня и мы давайте посмотрим наши ингредиенты у нас здесь три килограмма мяса у нас свинина мякоть и ребрышки в оригинале когда конечно готовится нас баранина так курдюка у нас тоже нет так что будем обжаривать мы все на сале у нас где-то тут грамм 500 600 также у нас три килограмма картофеля молоденькой полтора килограмма лука полтора килограмма моркови 4 перчика болгарских где-то тоже полтора килограмма может кило 300 помидор 3 чесночка остренький перчик чили так также немножко мы добавим подсолнечного масла там миллилитров 100 соль по специям соль смесь перцев и зира так друзья мы порезали мясо но на небольшие кусочки уже чтобы сильно там не распыляться здесь как говорится вот на такие небольшие кусочки так и вот у нас ребрышки присутствуют я не обманывал так по салу сало тоже уже порезали но это не соленая у нас но если вы хотите на соленом пожар тоже но такие небольшие кусочки так первым делом нарезаем лук лук будем нарезать полукольцами полукольца все знают не надо никого учить думаю еще вы меня научите полукольца нарезаем сегодня у нас жара на улице градусов 30 на много говорит мой друг альбертик что лучше жарко чем холодно что я его поддерживаю жарко можно и в речку окунуться и под сплит систему под кондиционер спрятаться а когда холодно только в дом под печку так лучок порезали полукольцами режем морковочку морковочку режем колечками кружочками ну-ка кто на чего гораздо но если морковочка крупненькая то можно полукольцами порезать а так колечками нарезаем пальчики бережем зашла очередь до перчика перчик будем нарезать полукольцами такие небольшие полукольцами опять не нашел я хотел цветные цветной перчик найти не нашел ну как не шел все покупал подхватывал и только зеленые были хотел красненькие желтенькие нарезаем остались у нас помидорчики нарезаем попробую полукольцами они мягенькие получится не получится получает полукольцами нарезаем а чтоб нож был острый до правил взяли ряда там уже все пойдет разжигаем огонь разжегся друзья я забыл сказать что мы готовим в казани на костре но я думаю вы смотрите понимаете да дима что мы от а сейчас тепло я чуть теплее будет вообще так что ставьте лайки пишите комментарии ставим наш многоуважаемый казан на 12 литров на печечку дадим ему на греться не сильно чуть-чуть отправляем в казан сало у кого сало у кого курдюк и вытапливаем его вытапливаем до шкварочек смазываем стеночки сразу так но у нас вытопилось уже всем жирочек маслечка вам как масочка жирочек есть уже достаем не будем зажаривать прям чтобы у нас она темнела масло вас жир сам светлый бы добавим чуть-чуть вообще чуть-чуть подсолнечного масла потому что у нас мясо много и чтобы у нас жир не пригорал ничего буквально миллилитров 30 смазываем стеночки казана и отправляем мясо мясо у нас должно чуть под запечататься так берем немножко сторону отодвигает и бросаем еще опять чуть-чуть отодвигает уже видите под запечатывать даже можно чуть перевернуть отправляем еще это меня дядя слава научил то мяско чуть сторону отодвинул и поджариваешь мясо наша уже немножко под запечаталась ведь обжариваем уже красивые кусочки обжариваем огонь на максимум ну минут 10-15 будем посмотреть на этом этапе соли мясо солим перчим берем вот так зиру на ручку так берем вот так вот растираем и посыпаем в казан все это перемешиваю на этом этапе добавляем лук порезан полукольца перемешиваем вот жарим примерно минут пять-десять огонь на максимум помешиваем такие уже запахи здесь казана так друзья лучок у нас уже с мясом поджарились отправляем в казан морковочку перемешиваем и кто же обжариваем 10 так друзья всем привет жена пришла на помощь мужу решила к концу уже попробовать на вкуснятина у нас такая жара знаете из дома не хочется выходить все дайте хитреньки так помешивая морковка немножко будет дольше отжариваться ну и нужно больше времени если лук там быстрее то все процессы помягче красивое мясо жирный как раз для этого блюда на 35 сказал 30 на солнышке 35 у нас дуришь людей ну вот поджарилась морковка наша лучок добавляем перец болгарский вот ему немножечко надо ну да 35 минут пахнет сразу перчик перемешиваем обжариваем 35 минут все готовим на максимальном огне я уже такой кусочек съел бы такая красота так прошло где-то минуты 35 перчик чуть-чуть у нас уже поджарился отправляем в казан помидоры помидоры у нас красивые розовые этого года перец болгарский этого года и лучок этого и морковка все этого года все у нас молоденькая перемешиваем и обжариваем красота как красиво уже как красиво жена но не хозяин конечно хозяин с голоду померли без хозяина смотрите какая красота помешивая не забываем все надо дрова подкидываем тоже не забываю смотрите сколько пустили помидоры все овощи может быть и вот и солдат добавлять не нужно будет не воды чуть-чуть добавим да ну так добавляем и воду покрылась мясо даже у нас покрылась мясо вот и сейчас попробуем на соль сразу все что будем засаливать ребят вкусно но не соленая солим ложку еще добавляю так зервачок наш закипел ставим перчик чесночок чесночок ставим червачок чесночок жена поправляет перчик поставим чесночок а перец смотрите чтобы был целенький потому что ну я мужа ругать буду ругать если у него да не лопнул до теперь ты кладем картошку что картошечка нас тоже молоденькая . сказал молоденько выкладывал так картошечку и все это будем готовить на пару посмотрите какая красота картошка молодая жила замучилась и и очистить аж поругались все аж ругалась но зато вкусненько она быстро приготовится чуть-чуть ее так притопить немножко сейчас посолим чуть-чуть совсем и не только посолю поперчим и чуть-чуть добавим зиры перчим также в ручках растираем зиру чуть-чуть посыпь и накрываем крышкой и ребят до готовности картошки будем уже тут смотреть 40 минут 30 минут час как вот картошка крова им крышечка будем и до готовности картошечки и можно пойти отдохнуть но огонь на минимум на стрельну пусть чуть закипит и ставим на средний друзья закипела поставим на средний накрываем и до готовности картошки прошло минут двадцать ребят до кружечном 20 вилочка но нет еще картошки минут 20 как раз таки и нужно еще потому что не до конца увидите хотя тут некоторая уже маленькая минут 10 закрываем и минут 10 ой вообще закипела это потише огонь надо сделать все картошка готова середине как единственно что мне на соль мало опять опять мало нас уже на просто по соли не может немножко добавлять еще и много добавляем соль и каждый добавляет по вкусу и все ребят вытаскиваем картошкам все нами даже ложка пройдет все снимаем так друзья ну вот и приготовили мы нашу думляму сейчас я даже камеру поближе возьму чтобы посмотрели на эту красоту так даже поставить на статье может это бежано вас ты можешь с косточкой бегать вот она наша дюм-дюм ляма получилось посмотрите какая красивая все можно перчик убирать теперь убираем перчик убираем чесночок посмотрите эту красоту вот она мясо как всегда все красиво как и первая даже есть бульончик она а а и мавка это развлекается дима так мы будем пробовать давайте попробуем тут мой муж сварганил он начинает сейчас дуть начнет и все ну как какая вкуснота вам просто не передать очень вкусно казани на костре очень вкусно с овощами друзья готовьте с нами готовьте в казани это очень вкусное блюдо жена как тебе оно бесподобное очень понравилось да что еще хочу сказать во первых она легкая быстро и как всегда не замороченная замороченная до ставьте пожалуйста лайки пишите комментарии подписывайтесь подписывайтесь подписать на наш канал вступайте в сообщество вконтакте спасибо вам огромное за просмотр мы пойдем обедать пожелательно приятного аппетита всем пока пока спасибо всем пока пока друзья всем огромный привет мы сегодня с кирюшей вас сегодня обалденно все готовим вдвоем нам никто не нужен хорошее блюдо очень вкусное секрет расскажу сейчас чуть-чуть попозже полтора килограмма думаю огурцов всем пока пока да спасибо всем пока пока пока